всем привет вы на канале не дашь багаж и мы находимся в хашимине есть какой-то парк, мы заходим в этот парк и перед входом продают различных червяков, жуков, ящериц и если не сделали подарок, нам подарили двух япончиков классный конечно подарок, осталось разобраться для чего нам они нужны если мы пойдем в парк посмотрим конечно же мы посмотрели в гугле и гугл сказал, что этот парк для орнитологов то есть сюда приходят люди чтобы наблюдать за птицами но вот например сейчас времени 8 утра и ни одной птицы не видно вопрос, что делать нам с ящерицами? за 20 минут пребывания в парке в 8 утра мы не обнаружили здесь орнитологов ок, к этому парку мы вернемся позже, а сейчас мы решили начать осмотр хашимина с зоопарка пытаемся дойти до зоопарка, но это получается очень тяжело потому что по пути нам встречаются все основные достопримечательности мы прошли собор, который сейчас находится на реконструкции и сразу за ним располагается здание старой почты которая была построена французами еще в 19 веке оно есть у всех пультиводителях мы не планировали сюда заходить, но раз почта прямо по пути то конечно же мы сюда зашли здесь можно купить открытку всего за 5-10 тысяч донгов и за 3-4 тысяч донгов отправить ее в Россию что в принципе мы сейчас и сделаем и надеют нашу открыточку в такой вот почтовой ящик наконец-то мы подошли к главной достопримечательности первого дня нашей эксклюзационной программы в Хашимини это зоопарк зоопарк он вместе с зоосадом был построен еще французами там в каком-то 19 веке находится в центре, поэтому никакого общественного транспорта не нужно чтобы сюда добраться и по пути вы увидите очень много основных достопримечательностей классных кафе, небоскребок, высоток старых колониальных зданий то есть вот полтора часа прогулки вы посмотрите все основное и вот наконец-то мы заходим в зоопарк в общем если вам интересно ящики тоже заходят в зоопарк потому что они до сих пор с нами и смотрят тоже все с нами достопримечательности пойдем итак 9.30 мы зашли в зоопарк это классная достопримечательность чтобы посидеть ее днем потому что смотрите там страусы да потому что здесь все в тени вот сейчас в 9 утра уже безумно жарко и мы уже очень сильно вспотели и вот хочется только холодного и в тени все больше ничего не хочется ну вообще это классный зоопарк с учетом того что он находится в самом центре города здесь достаточно просторные вольеры для животных но к нам подошел смотритель этого зоопарка и дал кучу нарезанной морковки для того чтобы мы смогли покормить жирафа здесь зоопарки помимо животных можно посмотреть также и на питонов здесь питоны все осталось спят а один вот тут почему-то начал активничать и ползать вообще никогда не видела как ползают в дону а теперь посмотрю а 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 и а что в а а а а а а а Вот фишбол или вот пожаренная сосиска за 15 тысяч донгов. И мы нашли тростниковый сок. И, в принципе, и все-то на этом. Поэтому нормальные люди местные здесь берут еду с собой, сидят в кафе и кушают на скамеечках с видом на слонов, жирафов. Вот наш худный обед за 50 тысяч донгов. Два яичка, сосисочка, тростниковый сок. Истина сидит. И наблюдаем мы за жирафами, которые пьют водичку. И их обед, наверное, всяко вкуснее, чем наш. Вообще, я была уверена, что в запарке в Хошимине не будет никаких проблем с едой. По крайней мере, я об этом читала. Что здесь есть и кафе, и рейстики. И на любой кошелек и вкус можно заказать разную еду. Но нет, я ошиблась. Сейчас времени полодиннадцатого. Почти ничего не работает, что очень странно. Мы подошли к слону, а тут, оказывается, слон танцует. А я люблю кого-то, и слон, и слоника. Я люблю кого-то, и слон, и слоника. А сразу слоном находится вот это вот. Это самое высокое здание по Вьетнаме. Сыны решили, что зоопарк в Хошимине очень крутой. Здесь реально много чего сделано удобно для людей. Например, вот такие проходы в тенечке. Ты идешь и смотришь снизу, вот там, у тебя крокодилечки спят, например. Некоторые загорают. Ну и куда же без гималайских нищек? Мы вышли из зоопарка, но мы вышли не потому, что мы его полностью обошли, а просто потому, что мы очень сильно устали. Телефон показывал свыше десяти километров мы по нему прошли, а еще говорят, что он маленький, и на зоопарк можно вставить около час. Нет, это не правда, хотя мы даже в ботанический сад толку не зашли. Еще там есть бегемоты, даже жираф есть. Если вы хотите увидеть даже тигры, есть даже медведи. Самое сложное занятие – перейти в Хошимине дорогу на набережную, чтобы полюбоваться рукой. Здесь вроде бы нарисован пешеходный переход, но будем стараться. Получилось с одной стороны. Смотрите, лайфхак, как дешево покататься по Сайгону. Конечно, здесь существует огромное множество экскурсий, и вы можете ехать на классном катере за миллион донгов, но есть желтый катер, который всего за 15 тысяч донгов покатает вас. Это общественный транспорт Сайгона, и у него очень много остановок, у него очень длинный маршрут. На этом пирс-класс атмосфера. Вот это именно тот желтый катер, в который вы садитесь и отправляетесь в круиз по Сайгону. Из классного вы видите как раз вот эти вот огромные башни, небоскребы. А здесь на пристани можно выпить кофе, и в целом здесь очень такая молодежная кусок. Заказ здесь действительно фантастический, поэтому отличная идея прокатиться на кораблике с 6 до 6.30, но, к сожалению, мы заранее билеты не купили, и поэтому все распродано, и мы поедем только на 7 вечера. Но лучше в нашем случае так, чем никак. А в вашем случае лучше немножко заранее билеты купить. Безусловно, ссылку и координаты терминалов мы оставим в статье на нашем сайте tipstrips.ru. Но вы пока можете посмотреть, какая была наша поездка в 7 часов вечера, когда уже, в принципе, должно быть темно, но подсветка зданий должна быть фантастическая. Даже как этот закат, который за мной. И пару слов про наш отель по классике. Мы сняли один из самых дешевых отелей на букинге. Здесь супер улучшенный номер, стоит всего 2 тысячи рублей завтраком. Наш отель находится в самом центре первого района. Здесь районы подразделяются под номерами, и первый он центральный. И именно в первом районе находятся все основные достопримечательности. Сейчас мы находимся на крыше нашего отеля. Таким образом, наверное, мы немножко сэкономим. И не пойдем на смотровую площадку одной из высоток, которые вот за мной. Вот это вот самое известное. Вот с этим вот выступом, с вертолетной площадкой. Можно сходить на 49 этаж и посмотреть на панораму города. Но мы посмотрим на город с высоты нашего отеля. В Хашимине мы будем 3 дня. Безусловно, я очень долго готовилась к этой поездке и пыталась найти какие-то суперинтересные и необычные локации, которые мы бы хотели посетить и вам показать. Поэтому мы очень много гуляли по городу, смело заходя в мелкие закоулки. Да, Хашимин выглядит весьма безопасным городом. Откровенных трущок мы так и не нашли. А дальше можно съездить на туннель Пучи и поплавать на кораблике в дельте реки Меконга. Но туда надо закладывать целый день и ехать на эту экскурсию надолго, потому что это все находится примерно в 40 километрах от города. А в целом что-то супер выдающегося в Хашимине нет. Но зато Хашимин, он настолько сейчас уютный город, что можно просто гулять по улочкам, заходить в многочисленные стильные бары, рестораны. И здесь в Хашимине очень много стильных заведений, поэтому для себя мы решили, что мы просто будем гулять и наслаждаться. Чтобы получить максимальное удовольствие от города, выходить на прогулку нужно до 6 утра. В 6 утра город максимально прекрасен. Жары еще нет. Зато огромное количество местных жителей в партии со сперва занимается разными активностями. Тут и танцы, и цигун, бег, бадминтон. Но больше всего нас поражила встреча армиитологов. Что интересно, можно в 6 утра увидеть в Хашимине. Это встреча армиитологов. Вот так вот представляете, привозят птиц на встречу. То есть люди специально сюда приезжают с этими птицами. И просто ради общения, чтобы и птички общались, и чтобы вот эти люди сидели, и вот между собой общались, и смотрят на других. Как днем, ты считаешь, можно здесь гулять? Да не, ну это огромный город, как Бангкоп. Если здесь плюс 35, то будешь гулять от магазина до кафе. Цены, конечно, повыше, чем в Нячанке, но зато какая подача. Ну да, и во многих кафе есть специальные предложения. И вот наш вот этот вот сет из бургера, омлета, картошки и десерта стоит всего 200 тысяч донгов. И, конечно же, мы не могли пренебречь и не прийти одну из самых известных достопримечательностей Хачмина – это музей войны. Сейчас времени 11 часов, и больше всего хочется просто посидеть под самолетом где-нибудь в тюнечке. Музей войны во Вьетнаме – очень тяжелый музей, пропитанный болью и состраданием. В основном здесь представлены фотографии. Фотографии, на которых запечатлены ужас и жестокость по отношению к мирным жителям. Мы сегодня с Истиной пришители направлены, чтобы посмотреть на Розовый собор. К сожалению, сегодня он не работает, нас тут не пустили, но рядом с ним есть отличная кофея, и мы сейчас возьмем все кофе и будем наслаждаться в тени видом на собор. Это может быть даже еще лучше, потому что в Хашимине днем безумно жарко, и невозможно, мне кажется, на улице находиться дольше, чем 10 минут. Вот на этом все. Именно так прошли наши три дня в Хашимине. Нам понравилось.